Сегодня уже сложно понять, что не случилось в детстве. Я не хотел становиться лучшим в чтении, но стал им два года подряд. Я не хотел участвовать в спектаклях, но делал это два года подряд. Это было не для меня, но я это сделал. Но больше всего и до сих пор я мечтаю управлять фортепиано, а точнее учиться это делать. К сожалению, это не получилось, как и стать пилотом. То есть не все о том, что вы можете мечтать с детства, может воплотиться. Не все. Или вы думаете, что телезвездун это для меня? Да упаси боже! У меня по русскому языку было всегда три балла. И поверьте, ничего не изменилось. Я как ненавидел писать сочинения, так вот то со мной и случилось. Ладно, хоть клава у компа есть. Ну а то, что происходит сейчас, это моя отдача для моего сына. Я прекрасно понимаю, что может быть он не станет крутым специалистом по греко-римской борьбе, но падать будет на руки. Я не думаю, что он пойдет и схоботит все данные все такой. Но черного пояса хватит, чтобы за себя постоять. Гимнастика тоже хороша, но я не думаю, что он станет чемпионом мира. А английский тоже хорош. И пусть он, как и я, знает суть языка, на котором говорят 75% интернета. ИЗО для внутренней целостности и фортепиано для души и для моей помощи. А то косячный YouTube блокирует гуанские мотивы. Так вот, насчет фортепиано. В свои 6 лет и 7 месяцев он меня радует. В каком возрасте ребенок может заниматься? И в каком возрасте либо папе, либо маме необходимо проявить человеку грамотные знания? Поскольку я прекрасно понимаю, что если мне кто-то в детстве сказал, я бы смог играть на фортепиано, сейчас бы был очень крутым специалистом. Ну, во сколько рано, хоть с пеленок можно ребенку в принципе давать слушать музыку. Даже для общего музыкального такого восприятия, чтобы ребенок учился воспринимать звуки. Но уже если более так осознанно заниматься, то вот у нас есть такое направление гармония, которое набирает детей 5-6 лет для занятий музыкой. Ну, вообще взрослый должен понимать, куда он отдает ребенка, для чего он отдает ребенка. Понимать, что наряду с обычным образованием, в классическом его понимании, музыкальное образование дает тоже не последнюю роль в общем развитии ребенка. То есть я все-таки, мне сейчас нравится, когда люди старше меня по возрасту, может быть младше меня по возрасту, у них есть корпоративы, у них есть синтезаторы. Я вижу, что эти люди умеют играть. Я бы то же самое хотел бы сделать. В принципе, не поздно никогда начать играть и в вашем возрасте. Если определиться, что вам это надо, три аккорда можем мы сыграть. Но мы же говорим об образовании детей, для того, чтобы у них хорошо развивалось мышление, чему способствует занятие музыкой. Касание клавиш, я говорю о своем инструменте фортепиано, когда ребенок занимается. Это хорошо влияет на развитие мозговой деятельности, на развитие памяти, на развитие речи, потому что в пальчиках очень много рецепторов, которые влияют именно на развитие мозга ребенка. Вот я про это и хотел бы с вами сказать. Не говоря про его эмоции, про его отзывчивость и про то, чтобы он был интересен в будущем, как человек. Потому что сейчас нужен не только грамотный человек, но человек и внешне красивый, обаятельный, смелый, наглый, в хорошем смысле этого слова. И это можно сделать? Конечно, можно сделать, да. Потому что дети очень раскрепощаются при занятиях музыкой. Приходят тихенькие, а начинаешь с ними заниматься, они раскрываются. Очень у них воспитывается ощущение в жизни вокруг себя, ощущение себя в социуме, среди людей. Потому что ребенку интересно не только буквы, не только там цифры, но еще и звуки. То, что он слышит, откликается на то, что звучит вокруг него. К слову, вы тоже хотите таких успехов. Тут два варианта. Либо вы крутой перец и можете вести бизнес на расстоянии, либо ничего не получится. Либо вы грузонете бабушек и дедушек. Хотя это не те довольные своей судьбой и пенсией специалисты 80-х годов прошлого века. Либо, в конце концов, вы сможете сделать это дома. Правда, для всего этого необходимо. Либо купить старое древнее фортепиано и, используя недюжую силу в 10 крутых перцев, его поднять к вам на этаж, либо заплатив 20 тысяч за синтезатор, либо 35 за электронное пианино, а то и другое стоит недешево. И вот только после всего этого вы можете, позвонив по моему телефону, это устроить. То есть устроить чудо для ваших перчинок. Главное, что человек играет по нотам уже.